и снова всем welcome это снова я dngp давненько не записывал новых видео все потому что восстанавливался после дтп более-менее восстановился сегодня более-менее хорошая погода пришел в парк поснимать видос вообще рассказать что произошло немного расскажу про работу страховой больницы гаи и всех служб и сколько вообще все это стоило как происходит весь процесс ну начнем с того что сначала меня выписали я был в больнице примерно полтора месяца после выписки естественно нужно было получить справку о том что я могу начать работать без этого я не могу никак вообще ничего делать не работать не какие-либо действия производить но опять же сразу я не мог работать на 100 процентов а только по удаленке это 50 процентов соответственно и зарплата выплачивал столько 50 процентов получая эту справку нужно заплатить 5500 е на больницу справки все платные я получил эту справку после этого предоставил ее в компанию компании конечно возмещает эти расходы так как у меня во время дтп было в рабочее время то данное дтп квалифицировалось как несчастный случай на работе и к этому случаю у них протокол такой что возмещение идет за счет государства за счет страховой компании работодателя плюс еще страховая компания виновника дтп выплачивает часть страховой компенсацию страховую то есть за тени рабочие полтора месяца которые я отсутствовал на работе 60 процентов оплачивается осаго страховая компания именно сага 20 процентов от работодателя и еще 40 там может 20 40 процентов от страховой компании виновника дтп вот там зависит от того кто виноват они считают это все по этим по формулам там у них специальные формулы есть и в зависимости от того где кто находился во время дтп кто как куда поехал и какие действия совершил меняется вот это виновность виновность там в процентном соотношении к примеру по умолчанию по умолчанию если байк находится задней сзади у машины а машина например впереди это машина уже виновата на 80 процентов если она совершает какой-либо маневр избивает мотоцикл если машина при этом не включила к примеру поворотник то это еще 20 процентов плюсом к вине машины и машина получается уже вообще на сто процентов будет виновата что и было в моем случае то есть как потом произошло сначала дтп произошло полиция сделала опрос виновника дтп сняла с него показания после того как они сняли с него показания не хотели также меня взять какие-либо показаны но так как я был не в состоянии их дать я сказал я попозже подъеду после выписки и дам показания соответственно когда меня выписали я приехал в гаи дал все показания сказал что произошло где я находился что было вокруг какие объекты какие машины люди еще что то то есть сама суть дтп то что человек который управлял такси он не убедился в безопасности своего маневра когда ему помахал человек пассажир тот кто хотел сесть на такси с обочины он сразу же повернул к нему и не убедился безопасности следовательно сбил меня там так как у нас было небольшое расстояние примерно 2-3 метра между друг другом он при совершении маневра сразу же начал тормозить и стал практически как в копаны передо мной а там уже ни времени не не возможности увернуть от него не было там либо в забор ехать который с левой стороны там вдоль бордюра идет забор либо в машину тут как бы одно из двух вариантов в забор там бы были повреждения намного быть серьезней можно было вообще это самое сказать как сказать но не выжить в этом светула в этой ситуации в машину так все таки было по получше вариант но в любом случае так как он ехала и свернул перед передо мной прям перед скутером там ничего уже не успеешь сделать и даже какие бы ни были у тебя тормоза в правую сторону ты свернуть не сможешь потому что там все равно еще остается часть машины задняя часть так как я въехал примерно в заднее левое крыло ему то есть когда он заворачивал там заднее левое крыло получилось куда пришелся потом на от удара скутер упал в сторону и это проскользил немного все бы было ничего если бы дорога была хорошего качества но дорога была хренового качества там очень старый асфальт и из-за того что асфальт уже крошится начал камни стали оттуда вы так ну вылетать вот эти из асфальта и я въехал в это в эти ну как бы ногой прям получилось в эту в яму влетел и и у меня нога не проскользила а она там застряла в этом в яме и из-за этого пришелся очень сильный удар ну как бы удар плюс еще вес мотоцикла и мой вес на эту ногу и она сломалась получилось так потом после удара естественно скользячка небольшая но опять же скользячка там была такая серьезная прям я вам покажу потом может фотографии там в прикреплю у меня на левом плече которая как раз и проскользила там две такие большие два больших пореза от камней именно вот эти как щебенка там практически не асфальт была щебень получилась и щебень это не хило так порезала мне куртку тоже ботинок там то есть теперь расскажу про то как работа страховая страховая компания у нас в обоих была сага плюс еще у виновника дтп была дополнительная страховая компания эта страховая компания со мной связалась они приехали больницу и сказали что да все мы как бы готовы все это компенсировать вы просто предоставляете необходимые документы все это мы обрабатываем и компенсируем что они именно компенсируют полностью повреждение всех вещей то есть я сфотографировал все вещи которые у меня повредились при аварии допустим даже если у вас были какие-то часы и там ноутбук или еще что то то что при падении упала повредилась в это все отправляете им и они следовательно смотрят данном на повреждение на то как это могло произойти или не могло произойти и компенсирует это сто процентную стоимость этого всего но опять же процентная стоимость зависит от виновности дтп этого человека кто совершил этот дтп если они докажут что он совершил дтп на и на 80 процентов или на 90 процентов то они будет возместят только 90 процентов а десять процентов вы сами вы providing вот так то же самое с но скутером younger нужно привести в специальной мастерскую как специально в любой мастерскую которая делает обслуживание скутеров или мотоциклов у меня вот и недалеко от дома есть suzuki там где я всегда обслуживаю свой скутер и этот этот центр он делает дефектовку полностью разбирает этот мопед скутер смотрит какие детали повредились заказывает эти детали с завода ну как сказать доказывать сначала делает запрос на завод сколько это все стоит сколько стоит работы чтобы это все поменять а потом уже приносят эти вот эти бумаги к компанию страховую либо вызывает страховую компанию и вас в непосредственно в этот сервис вы приезжаете они вам предъявляет сколько это все будет стоить после того как страховая компания оплачивает данные работы данные детали они уже эти детали меняют они не собирает старые детали они полностью столько из новых света что смысла нет и старых собирать ему скутер будет ему неисправно работать только из новых бы уж на и какие-то контрактные двигатели там никто не будет ничего заказывать только на новом менять соответственно если двигатель был тоже поврежден то и двигатель тоже меняет далее что касается вот вообще самого процесса но возмещение то есть когда я выписался я работал но вот 50 процентов вот 50 процентов не оплачивает моя компания а остальные 50 процентов должны оплачивать ну возмещать как страховая компания которая виновника дтп вот страховая компания виновника дтп она возмещает вообще все расходы но даже те которые косвенные к примеру мне вот надо было ездить на реабилитацию ездить я мог сначала только на такси потому что на костылях было передвигаться очень сложно и я не мог далеко ходить особенно у нас там горка перед домом на нее забираться было очень сложно поэтому я ездил только на такси два раза в неделю на такси в больнице на реабилитации обратно вот эти деньги они тоже возмещают потом когда мне доктор сказал что вот все уже можно переходить на одну палочку не обязательно использовать эти костыли я пошел в магазин соответственно купил палочку эти деньги тоже как страховая компания возмещает именно вот покупку вот этого оборудования для восстановления также если в процессе примеру в процессе вашего реабилитации у вас какие-либо проблемы возникнут ну осложнения вот к примеру вы опять там должны будете там ложиться в больницу на какие-то либо процедуры или еще что-то это все то тоже полностью оплачивается страховой компании они это страховая компания работать непосредственно с государственной страховой компании она называется росой сокращенно и вот это страховая компания она возмещает полностью все все расходы в больнице то что там происходит далее что касается больницы самой когда вы ложитесь в больницу они естественно с вас спрашивают депозит если вы вдруг что-то сломаете ли что-то там например ну несете с собой они из вас вычтут из депозита депозит обычно 100000 иен но у меня не было таких денег я попросил поменьше потому что я особо не пользовался ничем там и мне сказали что можно 50 я 50 заплатил сначала после этого они возмещают эти деньги возвращают полностью когда вы выписываетесь если все нормально плюс добавок к этому они еще и выдают вам в аренду бесплатно можно сказать эти костыли пока вы там восстанавливаетесь теперь что касается самой вообще вот этой страховой компании то есть с ними я встречался всего один раз они потом еще как во время того когда вы выписываетесь они просят чтобы вы предоставили все фотографии ваших поврежденных вещей вашего скутера там что еще у вас было если какие-либо расходы чтобы все чеки все это тоже показали расходы естественно но вы высчитываете сами сначала если у вас вещи к примеру вот вы повредили куртку у вас на куртке там пореза да но внутри вот этот материал он к примеру но весь уже как бы сплющился из-за удара и он не восстанавливается этот материал да этот материал только заменить можно но отдельно эти элементы не продается они только с курткой идут вместе соответственно ничего не остается делать только кроме как купить новую куртку следовательно также и со шлемом если шлем один раз уже ударился этот там внутри пенопласт он смялся вы не сможете уже отдельно этот пенопласт заменить внутри этого шлема потому что это не 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 раздельные конструкции он не разбирается до такой степени соответственно уже шлем все подлежит и замене и вот эти все вещи вы делаете список того что на вас было одета что повредилось какие-то фотографии прикладывайте то что вот после удара после столкновения что было повреждено и прикладывайте ссылочки либо чеки но ссылочки на магазины где вы это покупали либо чеки и все это страховой компании отсылайте они уже это все дело возмещают вам полностью теперь что касается но вообще виновника дтп если его вина будет доказана но в процессе вот следствие там то что он не убедился безопасности маневра и он совершил дтп которое повлекло какие-то ну теперь например человеческие жертвы либо тяжелые повреждения вот в моем случае тяжелые повреждения это очень как сказать серьезное дтп когда даже несмотря на то что удар был не сильный но впоследствии удара человек получил серьезные повреждения которые нужно восстанавливать месяцами у меня к примеру доктор сказал что от 6 до 8 месяцев к примеру восстановление будет занимать то в этом случае квалифицируется ему но там я не помню как это по японский называется в общем смысл такой что там правах в правах идет шесть баллов 6 баллов прав в правах идут и когда вы приходите в гаи вам дают на ну как бы вам говорят что вот например этот человек он как бы виновен да и чтобы вы хотели это вы бы хотели сами выбрать ему наказание там и либо же вы хотели оставить это дело на вы на рассмотрение уже в гаи самом что имеется ввиду там по данному дтп вы можете выбрать 22 варианта первый вариант это отнять 6 баллов у исправ у него у виновника дтп тем самым данные права до нужно будет но отдать в гаи эти эти права уже будут как бы у них лежать ему нужно будет прийти пройти из там небольшой этот самый курс тест тест и как бы получить их вновь ну как бы забрать их оттуда вот тем самым в этом случае у него также забирается лицензия такси но она возвращается если права возвращается или цене также возвращается второй вариант это вообще забрать права на совсем и в этом случае ему придется заново идти учиться и заново сдавать на права заново получать лицензию таксиста и еще не факт что после такого дтп он сможет как бы получить эту лицензию таксиста так как это серьезные нарушения правда правил дорожного движения после которого могут даже не выдать эту лицензию вот тем самым как бы они спрашивают что вы хотите убрать но я оставил на усмотрение гаи потому что я не силен в этих юридических вещах тонких тонкостях так же как и моральный вред возмещение морального вреда это очень тоже сложная процедура там нужно очень высчитывать очень много поэтому я попросил юриста помочь мне в этом деле так что я сам не не вообще не шарил что там нужно и это нужно серьезно вникать и работать с этим постоянно это все дело мониторить и новость новые законы там что нужно какие-либо вещи также юрист хорошо мне подсказал что я могу как бы у страховой компании на первое время занять кое-какие деньги на то чтобы оплатить за квартиру потому что я не работал первый месяц процедура возмещения и возврата этих денежных средств занимает какое-то время то в страховой компании можно взять такую штуку как кариба райкин называется это к примеру там можно ну где-то 200 тысяч иен около того можно занять на то чтобы оплатить за квартиру там за какие-либо там расходы еще что-то потому что в данном случае вы не работаете вы не получаете вообще никаких денег чтобы оплатить за квартиру и если у вас на счету ничего нет даже если что-то и есть но неважно то в любом случае вы можете занять эти деньги потом когда будет расчет уже полностью весь происходить там и моральный вред и возмещение все 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 эти деньги 200 тысяч они просто вы что-то из этой суммы и все тут как бы никаких проблем нет также юрист он берет обычно какой-то процент от общей суммы возмещения поэтому ему выгоднее чтобы вам выплатили как можно больше и и он за это будет как бы бороться до конца вайт поэтому юристы в этом плане очень выгодно нанимать то что вы изначально ничего ему не платите ну то есть там никаких только договор заключается то что по есть по окончанию из общей суммы и вы ему заплатите там ну примеру обычно там от 10 до где-то 20 процентов до 30 может быть доходить около того и поэтому для них это тоже очень важно сколько вы получите компенсации так вот а так вообще в целом ну что можно сказать про саму систему да она как бы очень такая лояльная к пострадавшим но я не знаю как насчет потерпевшего но и опять же все рекомендуют и на работе мне говорили и сам юрист не говорю что никогда не связывайтесь напрямую с виновником дтп никогда не пытайтесь с ними договариваться напрямую потому что если вы с ними договоритесь напрямую подпишите какую-либо бумагу что вы претензий никаких не имеете то после этого вы вообще ничего не получите может даже дойти до того что и за свой счет придется вам чинить вот такая вот делать такие дела если у вас остались какие-либо вопросы думал я все рассказал ну возможно какие-то мелочи еще что-то там осталось там можно что-нибудь добавить поэтому если у вас остались какие-либо вопросы обязательно задавать их комментариях не забывайте подписываться ставьте лайки и также подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка будет в описании где поводу буду публиковать все изменения и новости то что касается канала ну все с вами был дэн до новых встреч увидимся